Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас идет серия бесед, которые все называются одинаково «Во свете Библии». Это Библия 77 книг с неканоническими, перевод синодальный 1876 года. Я Лапкин Игнатий, а это Игорь Дебунов. Вот он задает вопросы по книгам моим «Открытым оком» от 30 томов. Это первый том. И мы думали, что будет один том. Один. Но оказалось, их 30 потом вышло. Видите, как я ошибся, думали, что будет один. Мне много вопросов задавали в университетах всюду. И вот сейчас мы решили более расширенно дать ответ. Пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос на 60-й вопрос. Можно ли и как молиться, если в одной комнате рядом находится неверующий человек? Это вопросы, которые в песенном виде бумажками мне давали в школах, в техникумах, в институтах, в университетах, в милиции, на радио присылали, а мне там уже помощники писали. У меня тысячи и тысячи в мешках, и все до одного сохранялись. И когда уже наступил момент, меня задолбили. Ну дайте ответ подробно. Ну пищатайте как-то. Вы сказали, мы забыли как. Народ-то ничего не знает. Я даю ответы. Ответы эти совершенно не похожи. Они не сектантские. Но они православные. Для православных они чуждые. Потому что сектанты не знают творения святых отцов. Они вне церкви. А православные не знают Библию. Невозрожденные. И только от своего ума учатся Академии кончают. Они мирские люди. Так и остаются. Нерожденные свыше. Я даю ответ человека, получившего рождение свыше, которого Бог коснулся своей благодатию. Это я говорю о себе. У меня это было переживание очень ясное. Когда Савлов подвинул на тропу Павла. Это было настолько очевидно для всех, для руководства морфлота, где я служил, для родных и близких. Притом эта перемена во мне произошла в течение, ну допустим, полчаса, когда мы молились. Я обратился среди пятидесятников. 27 сентября 1962 года, 17.00. Город Венск, Латвия. Давай. Ответ мой. Слово Божие на каждую жизненную ситуацию дает абсолютно точные рецепты. Правила, каноны. Но они иногда выражены не в одном месте. Вот и все. Это согласно Слово Божие. Не в одном месте. Считаем дальше. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. Вот я отвечаю. Непрестанно, независимо от обстановки. Рядом верующие или неверующие, холодно или жарко. Непрестанно. Больной ты или здоровый. В дороге ты, в воздухе, под водой или непрестанно. А как тогда молиться? Иметь в памяти Бога и обращаться к Нему. Вот перед тем, как сейчас начать беседовать здесь, мы помолились. Это три святоя и сто поклонов. И мы тогда сели за стол и начали молиться. И таких молитв, три святоя и сто поклонов, мы должны не меньше семи раз в день становиться, не считая утренней и вечерней молитвы. Слово «непрестанно» означает в любой обстановке, в любое время суток и кто бы ни был рядом. Но только молитва должна быть искренне, напряженная, пламенная. Деяние 16 глава, 22-39 стихи. Народ так же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости речи. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тот час сотворились все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страз, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, излег меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел, возгласив громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. «И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о всем Павлу, и воеводу прислали отпустить вас. «Итак, выйдите теперь, идите с миром!» Но Павел сказал к ним, «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают?» «Нет, пусть придут и сами выведут нас!» Вот еще как. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав это, что это римские граждане, и придя, извинились пред ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их и отправились. Дальше. «Жития святых» свидетельствует нам, что верные свидетели Иисуса молились в темнице, скованной на пару с преступниками. Поделюсь своим опытом. Это я говорю. Я свой опыт даю. Молиться в переполненных камерах. И я с трудом находил свободное место, где можно было бы стоять. Из-за табачного дыма трудно различимы были лица людей. Но и дома, и в церкви я не припомню от себя такой искренней молитвы. Найдите себе уголок и спросите у Господа свободу в сарае или в туалете, где не слышно звука радио или телевидения. Стоя или преклонив колени, касайтесь руками неба и обязательно взывайте о том, кто мешает вам. Испытанная молитва ваша очистит вас, а препятствия они не всегда будут. И уже через год все изменится. Вот так. Это вот мой опыт. Вот такой ответ. Когда мы были в епархии здесь в прошлом году, я не знаю как, но на снимках сохранилась. Они видимо хориста собирают там пели, чтобы видели как тренируются. А наша сестра Нина Жовнерова нашла там место и видно встала и в уголок стоит молиться. Там изображение какое-то было. То есть нас люди научены. У нас недавно одна была душа такая, а она теперь в другом месте ходит. Но она оттуда уже пришла сюда опять, это Раиса Николаевна. И я благодарю Бога, что благодаря вам Игнатий Тихонович я научилась молиться. Это большое искусство, и дар Божий. Быть в непрестанной молитве. Не то, чтобы я даже старался. Наконец делается это просто естественно, как дышать. Я не стараюсь дышать, а оно дышится. И молитва как бы в такт стучит. Щетки этому как бы помогают. Но я не сторонник эсихазма, а 100-то поклонов вполне можно. 7 раз в день уже 700. Утреннее и вечернее уже 900 поклонов. А так как я делаю еще больше 7, то иногда набирается 2000 поклонов в день. Ну пока сделаешь их, ты уже, я думаю, это о другом уже. Не то, что вокруг меня есть. Мы православные имеем побудительные причины к этому. Во-первых, прямое указание, дальше у нас определенное время богослужения, дома, распорядок такой. А какие, кто, где люди, это не имеет значения. Плохо, когда родители, ребенок подходит, ну позже спал, стал. К родителям идет и сразу есть. Ну ладно, иди в другую комнату, помолись. Ребенок подошел, постоял, заходит. Ну все, доброе утро. Вот это не годится. Ребенок должен иметь пример. У меня было в лагере однажды. Ребенок где-то под одеяло закатился, и когда общий подъем был, а он там, его глянули, а его там не было, не заметили даже. И уже гимнастику сделали, встаем там в 5 утра, в 5 утра. Гимнастику сделали, пробежались, в озеро искупались, ну маленько там попилили дрова, вот уже 8-й час. И в это время сестра старшая обнаружила его, своего братишку, ну там в мужских кельях-то. Забился там, он лежит, он сонливый такой был. Она его вытащила оттуда, и что она сделала? Я даже не ожидал. А она его схватила за руку, Вовка, бежим! И побежали скорее там, где воду, воды нужно привезти к колодчику. Она сбегала, почерпнула, там половина расплескала, прибежала, что мы делали? Становитесь скорее, гимнастику делай! И она успела за стол его посадить. То есть в ускоренном темпе вперед никто это делал? Люда Петеримова. Она жена Дьяхана теперь. Православная, мать у нее была баптистская, из баптистов всех, баптистских корней. Вот так эта молитва делает. Молитва при том всегда. Мне дал Бог очень большой опыт. Вот у меня с тобой был Новый Завет, маленький Новый Завет. Он у меня сохранился как реликвия. Он весь сморщенный, весь пропитанный слезами. Я просил у Бога дар слезный, и он мне дал два источника. Я там был, вот ко мне подходит человек, я уже отец Игнатий, я все уверовал. Мы начинаем вместе молиться. И начальству сразу сообщили, ну у них наказание, это перевести. Они нас сразу с третьего этажа в тюрьме перевели в подвальную. А нам это и надо. И мы там молимся, поем. Его фамилия Володя Редькин тоже. Мы остались там, молились. Я ему рассказываю, как у нас дети молятся. Ребенка, говорю, один берет малину-то, ну а дети-то набирают малину к молоку и смотрят и подошли и говорят, дядя Игнатий, а там этот Кирилл-то, а он не берет малину. А что он делает? Да он одну ягодку сорвет в рот и поет, стоит. Я их всех, а тут между нами лесополоса, я говорю, отойдите на эту сторону, не лезьте, там делайте. Я к нему потихоньку подкрался и слышу, он поет, святый Боже, святый крепкий ягодку, святый бессмертный, помилуй нас. Я потихоньку отполз, не надо, он берет, мы малину наберем больше, он молится за нас, он за всех молится, святый Боже. Я этому Володе редкино говорю, как он расплакался, к скамейке-то прикованной к столам, тут все это приковано, и он как разулся, и как петух по нашествию ходит, полотенце через плечо, слезы ручьем утирается. Отец Игнатий, да как же это так? Ребенок поет, святый Боже, а сам горькими слезами заливается, помощник директора, арестованный. Я говорю, Володь, а что тебя трогают? Да как же, святый Боже, ребенок плывет, а мои-то две девчонки, они как звереныши, друг друга берут, корябают и прочее. Святый Боже, давай споем святый Боже. Незначительное совсем, и мы вместе там молились. Приезжал сюда отец Кирилл Сахаров. Ну, все это описал на земле Алтайской. Это настоящий писатель, журналист, можем так назвать. Он все записал на магнитофон, и вот он говорит, мы идем по полю с Игнатием. И вдруг он останавливается. Я думаю, что он остановился? И он начинает молиться. Я спрашиваю, а что случилось? А ты, говорит, слышишь, как же воронок поет? Ну же Бога проставить за это. И тут же поднимает руки и начинает молиться. Дальше мы идем что-то где-то, и он опять остановился. В чем дело? Видим, юродивая там, где, это наша там. Ольга. А? Ольга. Вот там у ней, там еще не хватает каких-то хромосом. Вот. Опять молится. Она подошла, обняла его. А, Гнат, ты отец мой. И прижалась, говорит, ах, жалко, фотоаппарата не было. Это молитва делает. Молитва. Когда вчерашние враги кого натравливали, они приходят, каются и раскаиваются. Вот у меня этот, когда писали мне, кто же такой, Игнатий Лапкин, что они ходят по кладбищам, ну, правда, отдыхали в стороне кладбища. Это, знаете, это оккультная наука. Полное крещение. Это не Птулу поклоняются, это священники. А потом он ко мне пришел, Федя Хапов, и кается. Вот как его, теперь он кем стал-то? Я сейчас забыл, кажется, Себастьяном, что ли, его теперь переиновали. А там крепчайший такой мужик. Ну, просто, куда они его затащили-то? И вот он теперь, говорит, нас подбил настоятель Николай Войтович, на это вызвал, и сказал, подпишите эту статью в газету. Что мне теперь делать? Я же вижу, что все это неправда. Он тайно ко мне приходит. А другой, который подписывал, в скором времени он едет на трамвай и режет человека. Он в таких страшных переживаниях, этот Федя. Я говорю, да наплевать, забыть. Ну, что вы мучаетесь? Я захожу на паперть, а тут 13 ступеней заходить, высокий первый, центральный вход, сабор там. Бабка упала, меня за ноги хватает. Прости меня, гляжу, вторая, да вторые у меня ноги. Я думаю, что случилось-то? Да мы же сегодня где были, вы же там проповедовали, и мы слышали. Да вы же православный. А батюшка, отец Николай говорил, вы баптисты, и мы к вам не подходили. Да я знать не знаю, что вы просите прощения-то? Нет, простите. Это мы тоже разговаривали, считали баптистом. А что баптисты, хуже нас, что ли? Понимаете? А они их подбивают и в стороне, а теперь за все придется отвечать. Они их травят. Я их знаю. Этого делать нельзя. Надо молиться. А что ты делаешь? С врагами молюсь. Я нанесу их на руках молитвы днем и ночью. И они говорят потом, через других, мы, говорит, не знаем, что с нами сделалось. Что они вспоминают, какие мысли приходят. Бог делает так. И что я встрече говорил им? И все, Бог приводит это на память. И они делаются друзьями. Вот такие случаи бывают. Как неемия стоял, говорит, я помолился. А когда молиться, когда там не перекреститься, предстают, но перед императором. То есть мысленно вызвал, ответь на молитву. И Господь ответил. И сердце царя и царисы расположились. И народ, израильский, Бога избранный, вышел желанной тропой к Иерусалиму. На обстановку не надо смотреть. Я помню, был в Ташкенте, в ташкентской тюрьме. И вот стоишь, вот так вот двери открыты, вот заходят. А вот здесь вот сразу шконки, это кроватиные. А между ними такое пространство. Больше негде. В три этажа все переполнено. И тут некуда. Моя голова, которая лежит на втором этаже, вот такая его голова к моей голове. Я всех спросил только здесь. Я говорю, я вам мешать никому не буду, обязательно нужно спрашивать. Да нет, Татьяна, да кому ты нужен? Тут всяк по-своему с ума сходит. Я молюсь. А он лежит, голова его на таком расстоянии. И на меня вот так дымом. А я дым не переношу, я и виду не даю. Я знаю, что я скажу плохо, теперь их трое станут и будут давить меня дымом-то. А я не гляжу ниже, я начинаю молиться. Два дня не пройдет, он будет стоять сзади молиться. Вот и все. А что трогает? Трогает мужество. Когда ты идешь, непоколебимо. Вот сейчас на нас нападают, нас толкают под московскую патриархию, пройдет время, они будут брать пример. Все рассыпались. Кто в другую ренингисту ушел, кто в московскую патриархию, мы никуда. Мы остаемся верны первому призванию. И они рано или поздно, когда-то, здесь или на том свете, поймут. Мы единственные, которые ни налево, ни направо не шелохнулись. И работали так, что им во сне не снилось. На их лжеканонической территории в этих зарослях прорубались. У нас свое мачете. Язык и Слово Божие. Вот так. Это похоже, как вторая макарейская говорит об учителе Элизари, да? Надо отвергнуться самого себя. Мне радостно об этом говорить, когда я читаю Священное Писание, я себя становлю здесь рядом и думаю, отвергли меня они или нет. Речь идет о молитве. Бог дал мне опыт. Где-то я чего-то еще мало поднабрался, но в молитвенном искусе я уже испытан. Испытан в разных местах. В крики, в шуме, в табаке, в дыму, в жаре. Жара такая, кажется, кости сгорают. И там надо молиться. Холод такой, меня в морозилке держат 13 дней, и там молиться надо. Как образец, это отец Арсений, такая книга есть, когда он там в холодильнике был, и что он видел, вот это. Я просто благодарен Господу. Меня Бог наградил радостью, талантом моления. Для меня молитва это основное в моей жизни. Тем более сейчас. Я вот вспоминаю, когда у нас здесь обратился ко Христу священник Владимир Суртаев. Все побудило его, это посещение в тюрьме его. И когда он здесь был, то он и вас благодарил, но я помню просто этот момент. Вы не вспомнили сейчас. И он, главное, говорил, что в тюрьме вы научили его, как в тюрьме, молиться, когда вы там с ним беседовали, помогали ему, передачки там на сайте. Он выступал, говорил, чтобы никто не считал себя невиновным. Приводил пример библейский Ефрема Серина. Ну, меня преступники, я могу сказать определенно, они меня слушали и желали. Они знают, я каторжник, я знаю, о чем он думает, когда он стоит там прижмуряется и глазами мечется, говорится, я знаю, что он ищет. И ему говорю, он так застесняется, отойдет. Я его вижу насквозь. Почему? Я в пяти тюрьмах отбывал, в лагере был. Я не сидел, сложа руки. Все время у меня там шла работа и с восьми до десяти каждый день чтение Евангелия и проповедь была. Мне Бог дал торжествовать среди самых невыносимых условий. Торжествовать. Вот поэтому я с такой легкостью, с радостью вспоминаю вот эту годину искушения, тесные узы, благодарение Богу. Ну, вы прям получается как учитель молитвы среди неверующих. Это прямо вопрос. Адресовали по адресу получился. Я думаю, полнее на него может ответить только какой-нибудь человек, кто побывал там, но их пока нет. Сильно мешает молитве, когда человек начинает смотреть, припоминать, кто на кого-то имеет. Я сразу пришел установка, я пришел умереть, как сложеницы научат. Я о всех врагах стал молиться. И у меня врагов не следователь, никто меня лгал, кто меня посадил, я благодарил Бога, что он мне позволил там быть и нести благую весть в вузах. Сам я туда не попал бы, и при том за Слово Божие, за распространение Анна Златоуста, Архипелага Гуглах, что брал у репрессированных интервью, что житьяно читал Библию. Ну, это все у меня было в обвинении. Я благодарен Богу. Если бы не мой Господь, я бы там не был, и вот этого опыта я не мог бы уже иметь и передать другим. работать в тюрьме, я мог бы ходить, но иметь такой успех, такую популярность, буквально популярность, то это нельзя. Ну, и Господь сделал так, что власти ко мне были расположены, эти благодарности были, что ни одного захвата заложников не было, что в камеру, где они были там уже неделю уже в голодовке или четыре дня, и никого близко запустить нельзя, я упрашивал, меня запускали, и из головки вся камера, 20 человек, заядных преступников выходили. Начальник даже не слыхал такого, всю жизнь в этой системе проработал. Бог давал мне власть, власть во имя Иисуса Христа. Входя в камеру, всегда перекрещусь, вот так перекрещусь, и сразу, мир, дом усему, сразу старший, пахан, подходил, а кто такой, какая статья. А бывает, я еще не зайду, уже все знают, нам батюшку привезли, теперь у нас по-другому пойдет. Ну и все. Евангелие давал в руку считать тому, кто не курит. Кто не курит. Мы вымытые руки, вот так. Я помню, когда мы ходили с вами по тюрьме, как? По тюрьме, когда ходили, в начале 2000-х это было, и там старый-старый был заключенный, ну, прям за 60 лет ему, я так удивился еще. И он, как раз вы прошли, он вас не видел, а я в другую, видать, кормушку заглянул, начал там беседовать, и он так послушал, ну, это, говорит, что? Вот, говорит, я, говорит, с одним сидел, Лапкин, такой есть священник, так он, говорит, как помолится, говорит, за кого? У нас, говорит, чуть ли не вся камера на свободе. Вот это... А не лед прибавляет. Да. Было, я с ними однажды ехал, повезли, там, кажется, психиатрию, и у них большой срок. И ребятишки там, с одной, кто-то ее трогал, кто-то не трогал, в общей сложности 48 лет им накрутили. Так они ехали, как благодарили батюшка, срок-то в 2-3 раза меньше дали-то. Вот научиться бы так молиться. У меня было такое, я молюсь, а в это время-то торченок один, да с одним глазом еще, а можно я вашему Богу буду молиться? Понравилось-то. А ему там где-то до 7 лет, с ножом, и там связано было, в свинарнике. Еще он-то торченок свинью воровал, вообще непонятно. Но ему дали 3 года условно, вот, а заключенные, они любят эти байки рассказывать, в запыленных старых письмах, как Горбачев его говорит, там много еще найдешь. Будто бы я действительно открыл камеры, всех выпускаю уже. Ну, было, вот что было, то было. Это молитва. И он-то торченок, это вставил на молитву. И когда я обратно шел по этапу, мне сказали, а уже тюрьма знала, все знали, ему меньше 7 лет не идет, ну, с ножом, на сторожа. 3 года условно. Это большая разница. Директор, который этот со мной, это помощник директор, зам директора был, тоже так же, у него до 5 лет была, там, большая сумма оборудования, разворованная. И еще я говорю, ну, первое, ты вызови прокурора, скажи, что показания твои ложные, со лживыми, Бог дела не имеет. Ну, а потом следователю все и скажи, старый, уничтожьте дела, начнем с нового листа. Я расскажу всех, кто в этом участвовал. И его тоже освободили досрочно. Посадили, не посадили, но как будто бы, тут что был, строк, защитили его и отпустили домой. И с отцом Владимиром Суртаевым было подобно? то есть, кем я был, я знаю силы молитвы, я просто знаю. Бог дал мне это опыты. Отвечаю на тот вопрос, я как бы заново перехожу, но в ответах, когда в книге говорю, там есть стихотворение, прочитай-ка его. У меня стихотворение, в моей книге, 3467, я не поэт, а в стихотворной форме, пытаюсь выразить, вот телефон, видите, как у него здесь, вот это, закручено. Закручено все. Я про это даже написал, давай. Давайте сначала только. Да, не знаю. Чуть выше поднять надо. Нет, вот оно. Ага. Не знаю, как кому, но телефон, мне самая полезная посуда. С любым поговорю, Москва, ООН, узнать тот час, куда пошел Иуда. Мне можно позвонить до 9, не позже. Дальше личная молитва, звонок из дальней дали. Желанное, войди через шнурок, под локонами завитый. Видите как, звонит издалека, чтобы зашла, одно слово, и как я вижу, с локоном, любимой, и заходит. Спешу собрать, собрать и поутру, гостей нечаянных, с вокзала залетевших, мой телефон, посыльный, брат и друг, на крыльях, поездах, и даже пеший. Болезни, радости, вопросы по писанию, все из него слепого аппарата, тембр голоса и плач. Почти плеча касаюсь у сына, дочери, сестры, одно и брата. Пусть даже электричества лишусь, лучиной заменю свой холодильник, но разговоры, вызовы, всю Русь он мне заменит радиобудильник. Когда сидел я в камере тюремной, имел я право телефон иметь. Так, дабы Библия из уст моих сиреной, любовью Божией, потушила месть. О, сколько сэкономил я сапог, конвертов по Руси и за границу. Теперь в тандеме телефоны рот, и время не все меньше помолиться. Две-три минуты на один замес. На рычаги двухстволку аккуратно, обедать некогда. Едва успел присесть, звоночек долгожданный троекратно. Догадываются, соглядотаясь, что ем, каким куском давлюсь звонком в прикуску. Господь воздай по милосердию всем, кто дал мне телефон родной и русский. 7-я, 7-я, 2-й год. Писал, у меня мобильного еще не было, 11 лет назад. И вот у меня ответы, они из 300 поэтов мира, я беру стихотворения, или свои. Вот такие были мои ответы в книгах. По вопросу ничего больше нет? Еще, вот если вопрос расширить, тоже вот молитва, ну, как мы сейчас, Андрей Кураев говорит, вот будет московский халифат, это война в Чечне, мусульманы режут головы, ну, просто страшно все. А вот если мусульмане были бы, как бы вы молились? Ну, вот мы дорогой нынче ехали, ну, тоже так же, 7 раз в день надо помолиться, а мы на машине едем. Мы проехали все-таки не 2 километра, 50 тысяч километров почти, от Москвы до Дальнего Востока, порт Находка заехали. Ну, и время. Мы остановили машину, сторонку маленькая, вытаскиваем палатки армейские, по 2 метра на 2, каждая палатка. Становимся на колени, простираем руки, кланяемся. Если где-то рядом мусульмане, мы старались недалеко от них быть, зная, что они не нападут, и они нас защитят. Вот у нас твердое убеждение было, что где мусульмане, это лучшая защита. А они любят молитву. И скажу, что ни разу мы не просчитались, никогда. И у нас снимки сохранились, видео, где мы стоим около машины, кланяемся, поднимаем руки все, а там вдали мусульмане, мы их видим, как они смотрят внимательно. Ну, у нас вот такое, что там принято молиться, 7 раз, у них 5 раз, у них в общем называется это салат. В общем, что что-то молится где-то здесь. У них закон, но у нас это у нас. Мы, если так взять, православные мусульмане. Я вполне принимаю это. Православные мусульмане. То есть мы мирные люди, мы свидетельствуем о Боге. Все? Вы думаете, что какая-то сила есть божественная, ну, как благодать исходит от того, что когда ты все исполняешь, то может быть видно любому, и неверующему, и даже мусульману. Согласен. Даже не видно, если. Даже если нападают, они ничего не сделают. У меня знакомый один, священник, протоиерея, теперь он даже магистр, и он говорит, вас спасает ваша безупречность, неукоризненность. Они ничего не могут найти, они подыскиваются, ищут, и даже сказать, ничего там нет. Возвращаются, кто их послал к епископу, даже священники, засылают людей своих к нам, и потом-то и кому узнаем, что у нас тут судников делал, жил, а отошел совсем и скрылся, как будто никогда его не было. Ничего нету. Мы перед Богом открыты, и поэтому мы как считаемое всеми письмо, и узнаваемое. Они ничего против нас не могут сказать это, это сильно их трогает. Я рассказывал уже неоднократно о том, как родные и близкие, когда замещают нас перемену, то говорят, если верить, то верьте, это вот так вот наш сын там верит, и все. Пошел, не оглядывайся назад. А вот тот мусульманин, когда на конференции собирал нас колганов, и он показал вашу книгу, какой том это у вас? 18-й. 18-й том, зеленого такого, цвета ислама, они любят его. И он говорит, вот поглядите, вот какая литература экстремистская это. Что, ну там дальше как-то все это прошло, и теперь ничего не слышно. Может, прочитали они? Мне на утро позвонили с краевой администрации, а у нее, у Карлина, Александра Богдановича, это губернат Алтайского края, а у него там свои советники есть, и по религиозным делам, это Волобоя Марина Маратовна, она завкафедра теологии в Алтайском государственном университете, она мне позвонила, я говорю, Игорь Михайлович, на вас тут жалоба поступила, я говорю, какая? Ну, вчера вот это, вы же были участник конференции там всех этих, везде меня вызывают там, и там один мусульманин, он, я не знаю, помощник имама или кто, и что? Ну, я разбираю там Коран, по сурам Ай-Ай-Ятам, и все, что за 1300 лет было в мусульманах, сказано, 752 страницы у меня написано, ну, и что? А где эту книгу можно взять, уже похоже, дали ей задание, как специалисту, то есть специалист самый высший в Алтайском крае, ну, завкафедра ипотеологии, все, и больше ответа никакого не было, и ничего там нет, нету ничего, моя литература самая мирная, но я разбираю все, во свете Библии, они пока не признали экстремистской Библии, они ничего не могут сделать, сейчас кое-где, говорят, уже Библию считают экстремистской литературой, там они меня осудят сразу же, на полсловия, у меня все во свете Библии, я делаю сравнение, вот они пишут такое событие, там, Иса об Иисусе, я делаю сравнение, вот он вспоминает об эфесских отроках, откуда он охватался там, Мухаммад-то, я его беру, там, и сура такая, и что об этом говорит, житья святых, им спорить не приходится, но имам, им мула молчали, они ничего нигде не сказали, это их помощник, помощник, как-то были в одном месте, я не скажу где, скажу, в другом государстве было, и как они сидят, как смотрят, я говорю, сейчас, если бы не было здесь охраны, отрезали бы голову, а говорю, уполномоченным, по религиозным культам, там, он говорит, не моргнули бы, я говорю, а почему же тогда, вы видите, что призыв к убийству, и вы разрешаете, и вы хотя бы приструните, нам не дано право это, пытается каким-то образом сгладить, ну убил он там Агафона, ну подумаешь, ну главное, скорее его выпусти, чтобы они не бунтовали, ну пускай Расул дальше кого-то убьет, то есть, я их понимаю, власти боятся, а бояться их не надо, с ними надо воевать, смертным боем, с мусульманами, с евреями, как так, я говорю, а чем вы не спросите, какое оружие, вот Тополь, когда уехал, этот еврейский, говорит, первым делом, я убил, говорит, еврея, а русская корреспондент, да как, в самом себе убил еврея, мы все равны перед Богом, почему это мы кричимся, Бога избран, народ, и нам все позволяет весь мир оббирать, или что, так и здесь убей в себе свое я, и у нас борьба должна быть только одним оружием, любовь, как ему сделать лучше, как ему открыть истинного Христа, это я делал, я сидел в лагере, Жанатас, Жамбульская область, Казахская СССР, и какие это были люди, мусульмане, я не знаю всех, но у меня всегда были только хорошие, рядом со мной ни одного мусульманина плохого не было, притом ни разу, говорят, евреи там то другое, я не оспариваю, да, грабили то другое, но у меня наоборот, у евреев ко мне рядом, и они помогают, вот не знаю книги, там в детском лагере, православный детский лагерь, они это знают, и они помогают, это Бог так делает, когда пути человеку угодны Богу, он и врагов примеряет с ним, у меня евреи, это один из самых лучших друзей, мусульмане, вот мусульманка, она преподает теологию, не просто так, то учительница в университете, и она только отец Игнатий, учитель, отец Игнатий, учитель, вот и все, это Бог делает, я никого не оспариваю, ты знаешь тех, которые головы режут, я знаю тех, которые мою голову защищают, среди своих мусульман, возникла драка, ну брату моему, молодой шалкушку дали, вперед полетел, а вперед меня забежали, ах, сокал, и мимо меня дальше поскакал, ну все, я благодарю Бога, а вот вы говорите, что хотели бы в этом году посетить и южные страны, и в том числе и Чечню, и там встретиться с президентом чеченским, может быть, ну и хотелось бы, вот интересно, о чем бы вы с ним, если бы, допустим, вот вы встретились, ну там ненадолго, там допустим на 10 минут, о чем бы вы с ним могли поговорить, ну а ты вот, зная меня уже сколько времени, уже не два, не три года, ты думаешь, я нашел бы о чем говорить, ну вот это бы интересно, вы бы по обстоятельствам беседовали, или у вас уже, как я вас знаю, есть какие-то, ну, наработки, все, наработки, да, какая-то схема уже, а почему не спрашиваешь, что бы я, я думаю, в Хорватии буду говорить, поеду сейчас, в Грецию, нет, я думаю, я просто, что я встречусь с Папой, и у меня следующий вопрос был, в Монахес я попаду, что я буду говорить в Угорном доме, у меня следующий вопрос был, почему так выборочно, почему вы, допустим, с Папой хотите встретиться, и с Кадыровым, а там с кем еще, не говорите, я знаю миссию, которую на меня Бог возложил, вот и все, я стараюсь на молитве все это, получить ответ от Бога, и когда говорят, а почему вы решили вот здесь так сказать, ответить я не могу, а потом бывает так, человека близкого, ко мне подтащили, прямо, человек добрый, привели, а я сижу, я повернулся к нему, я только взял на него, и уста мои закрылись, я ничего не могу сказать, просто закрытые все, я посмотрел на него, улыбнулся, покачал головой, и все, ну, хоть что-то скажи, я даже слова не произнес, ну, его обратно отвели еще, я не могу объяснить, мне это не дано, просто положим на сердце, вот этот против стойчат, ну, кому ты говоришь, пьяница такая, да, он подошел пьяница, он стоит курит, и ты с ним говоришь, да, я вышел, начинаю говорить, ну, через решетку, я начинаю говорить, он тут же папиросы разорвал, выбросил, водкой, как дал пасынку, разбил водку, и все, а как ты узнал, не знаю, но я говорю перед Богом моим, я этого знать не могу, и мне не дано, и я не прошу, Господь полагает на сердце, я знаю, что говорит мусульман, если написал такой том, изучал Коран, все суры аяты, я знаю, как работают миссионеры, и за 1300 лет, что говорю на мусульманах, у меня все включено здесь, но что я там скажу, я не могу сказать, у меня вариантов очень много, иногда отправляюсь где-то на встречу, я иду дорогу, я все время думаю, где бы ни было, я все время в напряженной работе, разговариваю с человеком, я иногда мысленно думаю, о другом говорю, на два канала работаю, и бывает такой разговор, не совсем трудный, бывает даже на три канала, мне позволено, а бывает я весь только, вот сейчас я весь направлен на одно дело, это Бог делает, вот говорят Александр Македонский, я считаю, вот Елеан отступник, они могли это делать, на разных каналах, одновременно давать указания, писать мемуары, и тут же издавать закон где-то, мне это Бог дал, но в более мизерном масштабе, там где я нахожусь в лагере, где я свидетельствую, но в духовном плане, это несравненно выше, я разговариваю с баптистами, я мысленно уже проигрываю, а будь это адвентист, что бы я сказал, я сразу работаю на этом канале, был бы адвентист, я бы мгновенно отвечал, не вспоминая ничего, у меня уже готова целая серия ответов, а на деле, когда пришел, получилось все не так, я сам себе каждый раз удивляюсь, а почему вот эти сильнейшие заготовки, я оказался не при них, и они не при мне, не воспользовался, это то самое, на что я не могу ответить, это во мне, но понять мне не дается, я все отношу за счет молитвы, идя я молюсь, стоя дома отправляясь, молюсь, в эту ночь я особенно взываю к Богу, и вдруг Бог показывает, я принимаю, это от Него, это мой Бог сказал, и было не однажды, мы только молимся еще, и в это время стук в дверь, те люди самые приходят, как вот от Геннадия Яковлев, Григория, голову отрезали, мне нужно было начитывать что-то, я вас не видел, рассказывай сон, два человека сегодня, мне должны прийти, и один из них останется здесь, мы под выскупом стролы находимся, и в это время дверь из Латвы приехали, и он у меня останется, и станет православным, станет эромонахом, которому Кришнаит отрезал голову, вот так, не знаю, но мысленно я проиграю разные варианты, допустим, он вышел не один, и в это время в Чечне был взрыв, какое будет у него настроение, я это очень учитываю, в это время у него ухудшились отношения с президентом, что бы я ему сказал, то есть я буду говорить совсем, совсем не то, а если он вышел на веселе, сегодня танцевал у него, его приняла там какая-то подружка, где-то, но я все равно почувствую этот запах, и я ему скажу именно на эту тему. Бог подставляет самую обстановку, именно о чем я говорю, и как раз об этом речь идет. Вот мы едем на машине, и стали разговаривать, как вы знаете, люди, когда вот не верят и лгут, от них такой смертоносный свиной запах, и вдруг как запах ударил в кабину, а что здесь комплекс, комплекс там 50 тысяч свиней, я ни раньше, ни позже стал говорить, за 50 тысяч километров именно вот здесь, сейчас данный момент, а ты что знал здесь? Первый раз съеду, я даже знать не знал ничего. Запел ястреб, коршун, стервозный, стервятник, стервозных облищи это. Разговариваем, голову повернули, смотрим, прям рядом падают коршуны, стервятники, и там на свалке что-то терзает, и все захохотали, вот то ли видели, знали, не знал, Бог это указал. И вот со мной едет этот Карен Геворкян, режиссер-то, он ездил с нами на Благовестие, там какое-то село было, не Романово, все-то такое вот, с этой стороны, вот, и он дорогой спрашивает, я слушаю вас, вот скажите, а как думаете, я нравственный или не нравственный? Я говорю, самый безнравственный, даже мало таких людей, как вы безнравственный. Он так ахнул, звонит, Ленинград там, это Санкт-Петербург, да, а я здесь еду, был на проповеди, меня кого считают-то? Меня даже за дурака сегодня не считают, а он режиссер, фильмы ставит, там премии берет, мне говорят, я самый безнравственный, ему что-то там, видимо, сказали, видимо, его не поддержали, то он заулыбался, я стал рассказывать ему биографию, откуда я имею это, он кинулся меня целовать тут, обнимать, я говорю, что с вами? Да это как раз то, кого я ищу, я с вами целый день, я даже не знал, что вы из этого гнезда, из старобрядческого, а я со старобрядцами как раз, вот представь, наши идут братья, отец Аким, Чингизу Айтматов, был такой писатель, лауреат Ленинской премии, и к нему приходят, он говорит, я только сегодня думал, как мне эту встречу устроить с такими людьми, священник пришел, о ком говорили, вот и все, Бог устрояет это все, он знает мою нужду, я почти нетранспортабельный, идти мне трудно, вот я, летом я расхожу, и тогда меня не догонишь, ну вот все, в этом, по вопросу, молись, в каждом месте. Вопрос, то да, о молитве же вопрос, я думаю, может быть, вас как бы трогает то, что эти люди молятся, я думаю, что Кадыров молится, у него такие ответы интересные, вот последний раз, ну да, да, ну и конечно, независимо же, может быть и так, и он отвечает, тут когда у них здание горело, и он отвечает, вот говорит, ему там говорят, ну вот кто-то должен быть виноват, там он говорит, ну это же говорит, все от Всевышнего зависит, не всегда, говорит, мы можем, ну то есть сразу понятно, что глубина больше, чем у наших некоторых губернаторов, ну а папе римском, что сказать? Ну если будет, мы же не знаем, будет или не будет встреча, в замыслах у меня, что я не откажусь от этой встречи, будет может быть какой-то протеже, может быть, будет буквально встреча, встречи бывают самые неожиданные, куда вообще говорят, проходу нету, и вдруг дверь открывается, я в запретную зону вхожу в этот день, мне начальник тюрьмы говорит, пока я здесь начальник, вы никогда не спуститесь в подвал, там приговорённых к смертной казни, тогда ещё в баратории не вступил в силу, к утру я уже туда прошёл, а как? Да очень просто, я только из тюрьмы вышел, и стоит по раскулу Юрий Фёдорович, генерал-лейтенант прокурора Алтайского края, и я ему сказал, а он так улыбнулся, Игнать Иханович, это всё просто делается, завтра вы будете в подвале там, я прихожу на утром, меня уже проводят, а начальник тюрьмы как будто и не говорил этого, во-первых, субординация разная, и какая, я попадаю к самым, щекотила и щекотил, которые разрезали, ели, варили, уже в тюрьме человеческие, жертву приносили, с одним из них как раз, Маслич Александр, занимался Севастян, наш брат, я с ним встречал, беседовал, надо Богу довериться, не искать своего, и не мыслить о себе, я всегда говорю, у меня нет данных никаких, сейчас у Бога прошу, средства, чтобы поехать, у меня нету ничего, всё на меня вызвали, я уже кто сопутствует, говорю, ну начинайте пополам берите, хотя бы у каждого по 4 тысячи долларов, хотя бы было, но всё на меня падает, на одного, вы сколько собрали денег, нисколько, и опять я должен собирать, на издание книг, не менее 10-14 миллионов, и я собирал один, чтобы так приходили, мои сборщики ходили, этого не было, а именно я ходил, я ходил и в городе, и знали, и люди жертвовали, книги издавались регулярно, за 9 лет 38 книг, томов, так что, молитва, это необычно, молитва, всё, и всё в молитве, слава, спаси Христос, Аллилуйя, Аллилуйя, ищите, слава, слава, ищите,